Социальная слабость. Грустность каменья снедает, не женат лишь я хожу. Социальная слабость. На работу не могу устроиться, Олег Геннадьевич. Замуж не могу выйти, Олег Геннадьевич. Не хватает энергии людей. Энергии людей. Женщина должна по-женски быть активной, заботиться обо всех, всем звонить. Как у тебя дела? Хорошо, молодец. Дальше следующее, там с этой поговорила, с той поговорила, всем радуемся, всем обнимаем. Что происходит, когда женщина активно так общается с людьми, девушка молодая, что происходит с ней? Она наполняется силой, чувство собственного достоинства крепкое, она становится, крепнет. Социальная сила означает для женщины выйти замуж. Социальная сила. Девушка меня спросила, как выйти замуж? Надо стать сильной. В каждой женщине заложена эта сила. Особенно, если она не замужем. В результате отношений ни одной сидеть надо дома. Отношения строить, общаться, двигаться в отношениях, в общении. Любить всех, стараться вокруг. Радоваться даже на улице. Девушка должна просто сшибать с ног мужиков своей силой, наполностью вот этой социальной. Надо стать сильной социально, надо наполниться силой женской. И тогда вообще никаких вопросов, как выйти замуж. Проблема будет другая. У меня девушка в этом, в моем коллективе, у них сейчас другая проблема. Они лекции наслушались, сейчас приехали со мной, работают. У них другая проблема. Вот одна девушка мне сообщила недавно. Говорит, Олег Геннадьевич, помогите. Женатый парень влюбился, не знаю, что делать. Все влюбляются постоянно, не знают, что делать. Слишком много влюбляются. Вот проблема теперь. И надо же выбрать, чтобы ей понравилось. А все влюбляются, косят всех подряд. Зарядилась, наполнилась, все. Посмотрел на кого-нибудь, раз, скосила. Другая проблема теперь, чтобы поменьше влюблялись. Беспокоиться. Вот какие у девушек должны быть проблемы. Одна девушка ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я на вашей лекции два года уже слушаю. Такая счастливая. Я говорю, и что? У меня проблема. Сразу трое сватаются, не знаю, кого выбрать. Я говорю, ну показывай фотографии. Вот проблемы какие должны быть. А я не знаю, никого нету. Нет силы. Силы берутся от людей. Силой, чтобы наполниться людей, надо от людей. Любовь. Дает любовь. Энергия красоты у женщин – это любовь. Энергия любви. Любите всех вокруг. Девушки молодые. Надо всех любить. Не дома сидеть, печалиться. А быть активной, жизнерадостной. Активистка, комсомолка и просто красавец. Быть активной, жизнерадостной. Тогда все, сила падет. Красота – это сила отношений. Запомните, женщины. Больше отношений, добрых, ласковых, больше силы. Сразу красота становится в лице. Сила появляется. Выйти замуж означает, сшибать мужиков надо. Сила должна быть женская. Сила. Как у мужчин. Богатырская наша сила. Сила воли и сила духа. Сила воли и сила духа мужиков. А у женщин – сила красоты и отношений. Их сила женская. Мужчина тоже на работу не могла устроиться. Иди и работай, дед дают. Бог дал, иди везде работай. Денег нет, ничего страшного. Просто работай. Не сиди дома, не смотри телевизор целыми днями. Не играй в компьютерные игры. Иди работай. Мужская сила от труда происходит. Мужчина на полном становится от того, что он пользу приносит. Иди кому-то что-то делай. Нет работы, иди что-нибудь кому помоги. Стучи гвоздями. Если ты сидишь просто дома и ватрушки ешь или пиво пьешь, никогда ты не сможешь быть развитым человеком. Иди поборись с кем-нибудь. Иди гири потягай. Иди в волейбольчик поиграй. Победи кого-нибудь, где-нибудь, чего-нибудь. Не сиди дома. Не надо побеждать компьютер. Побеждай людей. Компьютер тебе не даст силы. Будет компьютер вместо жены потом. Так что такие компьютерные игры тоже есть. Побеждай людей, иди сражайся, работай, трудись, стань сильным. Человек должен стать сильнее в жизни. Нет силы, нет жизни. Раньше, как бы, я не знаю, у нас, сейчас все ругают Советский Союз. Ну, в Советском Союзе столько, как бы, этого было, вот этой жизни. Я вот помню, в молодости, в детстве, столько было вот этой жизни силы, вот это понимание, что так надо жить. Оно наполнилось, общество было наполнено этим пониманием. А сейчас все прокисли. И так есть социальная сила. Почему человек социально слабый? Не хватает энергии людей. Энергия людей – это божественная энергия. Энергия Бога. Вот, допустим, человек не может, человеку не хватает положения в обществе. Он говорит, как, вот я хочу быть директором завода. Хорошо. Есть метод. Он описан в Священном Писании. Очень простой. Надо научиться любить директора завода. Уважать человека за его положение в обществе. Просто. И тебе перейдет эта сила. Больше того, если он увидит твое уважение, он тебя приблизит к себе. Он сделает тебя своим помощником. Если ты не уважаешь старших, ты никогда старшим не будешь. Это невозможно. Сила переходит от одного человека к другому. Меньшиков полюбил Петра Первого. Он был вообще гладранцем, беспризорником и безграмотным человеком. Он стал предводителем его армии через 20 лет. Исторический факт. Понимаете, о чем я говорил или нет? Что мы не замкнутая система. Мы можем от чего-то что-то брать. Это все происходит через любовь и веру. Если ты веришь в природу, становишься здоровым. Если ты веришь в людей, становишься социально сильным. Если ты веришь в Бога, преодолеваешь все препятствия. Потому что от Бога исходит такая сила победы. Человек, который с Богом связан, богатый, означает с Богом связан. У него победа в жизнь приходит. Но если я ни с кем не связан, я только с телевизором связан, значит ничего не будет. Я пустышка просто. Я не могу ничем наполниться. Я искусственную жизнь живу, в которой нет силы. Сила только в настоящем. Есть настоящие люди вокруг, общайся с ними, станешь красивой. Есть настоящие люди вокруг, служим, запомогаем, станешь мужественным. А если ты хочешь в семейной жизни жить счастливым, отвлекись от своей жены и от своих детей. Начни служить всему обществу. И тогда сила общества даст тебе возможность все твои семейные проблемы решать. Вот и все. Если ты хочешь семью сохранить, знай, тебе не хватает. Люди замыкаются друг на друге, обестачивают друг друга. Вот это замкнутое пространство создает скандалы. Почему слишком много замкнутости друг на друге? Нет возможности подпитываться. Поэтому в древней культуре советовали приводить гостей в семью, чтобы обязательно приезжали гости, приходили. Кормите всех вокруг, не кушайте только сами. Обязательно кого-то еще накормите, чтобы пространство вашей жизни двигалось, чтобы энергия любви в движении имела. Тогда в результате люди, приехали гости, все проблемы решаются. Сразу жара, там, кормим, заботимся о них и все. Скандалы, до свидания. Помирились само собой. Почему? Потому что энергетика стала активнее. Это древние писания об этом говорят. Разомкни круг. Есть такое понятие семейный эгоизм. Женились родители, до свидания, друзья, до свидания. Только друг на друге. Контакт только друг с другом. В результате что происходит? Очень сильная ранимость, повышенная чувствительность в отношениях, постоянные обиды, скандалы, причина. Замкнутое пространство. Чтобы выйти из замкнутого пространства, надо силу воли применять. Понимаете, человек застывает в замкнутом пространстве, ему хорошо становится, все нормально. У меня все хорошо, мне никуда не надо. На улицу не надо, мне дома хорошо. К друзьям не надо, мне с женой хорошо. Вот, это замкнутое пространство, вроде бы, оно дает комфорт. Но этот комфорт такой, в котором человек становится ватрушкой, то есть он теряет силу, обестачивается. В результате что происходит? Ранимость. Слишком сильно замкнуты друг на друге. Разомкнитесь, начните птичек кормить сначала хотя бы, потом друзей приводить, потом заботиться обо всех вокруг. Живите не друг на друга, не смотрите друг на друга, а смотрите вперед. Лебеди смотрят, плавают вперед. Они к одной цели плывут. А вороны друг на друга, поэтому ругаются постоянно. Лебеди не ругаются, у них верные семьи. Никогда не меняют своих партнеров. Надо смотреть в одну сторону, жить какими-то одними интересами, а не пытаться друг на друга смотреть, как ты сказал мне, что, как ты сделал. Какая разница, как сказал, как сказал, так сказал, как смог. Не надо слишком зацикливаться друг на друге. Иначе будут страдания одни. Бесконечно. Отвлекитесь друг от друга. Сделать что-нибудь хорошее кому-то, все забудется. Мы с женой поссорились разок, пошли к старшему выяснять, кто прав. Пришли к нему, он сидит, улыбается, говорит, я так рад вас видеть. Я начал рассказывать, думаю, ну сейчас, я же прав, я же лекции читаю. Она тоже по моим лекциям там все рассказала. Знает все лекции, все. Вообще, мы каждую свою правду сказали. Он улыбается, говорит, а теперь за стол. Ничего не ответил, думаю, ну надо же ответить. Ничего не ответил, улыбается просто, рад так видеть нас, и за стол. Я сначала не понял. Потом мы и кушаем, они нас кормят с женой, такие счастливые. Насытили нас просто энергией, любви. И мы такие счастливые, так нас расслабило, хорошо, идем потом домой. Я говорю, мне кажется, ты права. Я не прав. Ну, хотя так не думаю, конечно. Просто мне хорошо, я думаю. Ну, что, из-за всяких ерунды какой-то портить отношения. Она говорит, не, не, это ты прав, точно. Ну, все, даже забыли об эту тему, потом и все, и даже не вспоминают. Нам просто не хватало сил внутри, сил не хватало. Нас старшие наполнили, ничего и говорить не надо даже, понимаете. Просто наполненность нужна человеку в жизни. Нам не хватает наполненности, любви не хватает, отношений не хватает. Мы в замкнутом пространстве живем. Нет жизни в замкнутом пространстве. В телевизоре нет жизни, в телефоне нет жизни. Есть жизнь в отношениях. На природе есть жизнь. Рекламная пауза. У нас есть фестиваль благости. Приезжайте. С 15 мая по 28 в Анапе. 700 человек, таких же, как вы. Все хотят работать над собой. С утра зарядки, там медитация, молитва. Днем лекции, вечером концерты. Дети тоже свой фестиваль благости у них. Тоже там они своим занимаются. Даже в переливах постоянно люди вокруг, там, всех надписи, все знакомятся. Как зовут, знаешь уже, подходишь. Мариночка, я хочу с вами познакомиться. Все. Знаете, люди создают семьи хорошие. Две недели, и жизнь меняется полностью у человека. Он даже не хочет за пределы этого пансионата выходить. Даже просто по городу прогуляться, потому что атмосфера другая уже. Не хочется терять эту атмосферу. Кто из вас был на фестивале? Согласен? Согласен, да. Согласен. Согласен.